Первый старт в обновленном бассейне с кристально чистой водой. В ходе реконструкции, которая длилась с начала лета, обновили чашу и полностью заменили оборудование. Подогрев пола, систему перелива, все отвечает современным требованиям. Это современнейшая станция дозирования, которая есть только вообще в крае. Вода чище, идет экономия воды в целом, идет экономия химреагентов, потому что это все под контролем, и вода, как говорят наши плавцы, стала гораздо легче. В спортивной школе 52 года. С момента основания в учреждении проводились только текущие ремонты. По словам Ольги Егоровой, коммуникации износились настолько, что было принято решение приостановить работу бассейна ради безопасности детей. Проектной работой оплатил городской бюджет. В мае деньги на реконструкцию выделил депутат Госдумы Иван Демченко из своего частного фонда. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» назвал событие знаковым не только для Анапы, Краснодарского края, но и для страны в целом. Когда у нас есть неравнодушные депутаты, когда у нас есть неравнодушная власть в лице администрации городской, в лице представителей областной администрации, регионального отделения партии, вот такие объекты будут восстанавливаться. Это очень здорово. О том, что здесь будет продолжаться подготовка не только спортсменов к очень серьезным результатам, но и вообще просто массовое занятие без структуры. Важно преумножить, но важно здесь сохранить. Мы сегодня свидетели того, что сохранили очень важный объект, который много поколений спортсменов воспитал. И мы глубоко убеждены в том, что то событие, которое произошло, оно будет способствовать, что еще ни одно поколение высококлассных спортсменов выйдут за пределы этого спортивного комплекса. Глава Анапы Сергей Сергеев заявил, что развитие спорта, как профессионального, так и массового, один из приоритетов в работе городских властей. Есть еще ряд сооружений, где завершается реконструкция. Следующий мы, наверное, будем с вами открывать пассейн конструкции, пассейн в седьмой школе и спортивный зал в поселке Винарад. Там уже работы практически заканчиваются. Там тоже спонсорские средства. И я хочу выразить заранее благодарность всем тем, работающим ванапчанам, кто помогает. Иван Демченко отметил, что по результатам выборов в Анапе он получил самый высокий процент голосов в округе. По его словам, совместно предстоит заложить основы дальнейшего развития города-курорта. Нам нужно необходимо навести порядок законодательствий с пляжами. Нам сегодня нужны федеральные целевые программы по очистке сточных вод. Нам же надо оздоравливать население России. Нам надо оздоравливать детей и лучшего курорта, чем Анапа. Для этого нет. Конечно же, не может быть закона иждивенческого. Дайте нам, а мы построим. Это неприемлемо сегодня. Мне кажется, мы должны упорно работать над тем, чтобы изыскать средства и потом просить на условиях собственного насилия. Тогда это будет правильная позиция. Таким образом, схему решения задачи по реконструкции бассейна «Виктория» можно считать модельной. Ее эффективность доказывает то, что уже на днях здесь вновь начнутся занятия. Спасибо.